времени 22.30 я решила забодяжить кашку пшенную решила забодяжить ну конечно это будет она уже не на сегодня это будет она на завтра сейчас я ее сварю и на всю ночь оставлю на поддержание температуры чтобы она к утру была такая распаренная разогретая чтобы было раньше когда не было никаких мультиварок я когда варила кашу манную да и вставила ее еще на полтора то и на два часа в подушке чтоб и она раскрывается просто как каждая зернышка каждая крупиночка раскроется прямо как кукуруза когда кукурузу это делают да она щелкает так и вот так же и точно и пшено раскроется поэтому на всю ночь я ее оставлю на подогреве и к утру будет у нас завтрак уже сонная кашка ну что друзья всех добрым утром и приятного всем аппетита кто со мной будет сейчас вместе завтракать на обед или ужинать тоже время у нас разное в стране все мы принимаем пищу разное время кто-то завтракает тут ужинает уже поэтому всем всем приятного аппетита такая замечательная кашка вкусняшка сажусь завтракать добрый утечка всем дорогие мои всем привет иду на прием в поликлинику сегодня я записана терапевту записывалась за две недели вот надо мне пройти контрольный анализ флюорографии мне тогда сказала пульмонолог когда у нее было что в январе после праздника пройдешь флюорографию еще у меня такая проблема у меня образовались области живота кровоподтеки но это было начале января 3 там вот 4 да я как-то не обращала внимание потом увидела сейчас конечно записаться записалась терапевту я надо было сразу конечно идти сейчас конечно все уже подрослась видимо лопаются сосуды то ли на фоне значится к вида то ли не знаю почему прямо во многих местах такие как ткнуто пальцем как будто пальцем ткнуто синяк 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 я увидел это случайно просто такой прямо дорожка синяков образовалась вот надо бы конечно идти было сразу это было 3 числа я увидела вот попасть у нас терапевту сами знаете нужно идти стоять полтора часа на улице ждать пока откроется регистратура чтобы попасть в общем я записалась по интернету через две недели вот сейчас иду конечно еще есть там кое-какие остались кровоподтеки то вот уже не так надо было конечно сразу я-то боюсь что у меня подруга тоже сказала у меня точно так у мужа это было потом у него рак крови сразу же определили тоже вот так же лопались говорит на животе сосуды поэтому вот пошла еще больше из-за этого мне можно было и попозднее может и феврале конечно было бы идти на контрольные там как раз будет после двух месяцев будет диспансеризация углубленная вот но я все-таки раз записалась уже сейчас ветер сегодня у нас такой четыре градуса минус четыре градуса минус шесть уже так что вот и должен дошла до поликлиники чем благословят опять пошла когда эти болячки уже кончат пришла из поликлиники поехали к юле нужно там рассчитать все у нее опять там жильцы поселяются надо рассчитать все обсчитать опять всю коммуналку рассчитать там все правильно сделать попросила приехали подчас до нее едем на прием быстро как-то сходила никого не было предоставлен был человек вот в регистратуру просидела поставить печать минут на 20-25 господи по талонам и не вызывают и не вызывают там какой-то мужчина подошел и так он долго в общем быстро в эти два окна как-то быстро вызывали а вот где ставить печать думал господи не дождаться до сидеть на печати назначили там мне флорографию сделала сходила назначили опять тут анализы крови вот из этих вот кровоподтеков то как я потом выпросила как давит у меня сердце у меня раз проблемы тоже сердцем дайте мне гг выспросила про реабилитацию плохо мне все вечера мне плохо 5 часов поднимается температура как поднималась и на лицо начинает греть я уже не говорю ничего не снимаю это потому что всем уже надоело про эту болячку наверно служит только про одни болячки и говорят вот стараюсь уж как-то где-то не показывать этого на самом-то деле все еще протекает такое ощущение что я все время в состоянии гриппозном нахожусь и говорю я это как бы не для красного словца что там просто что-то потрепаться да я просто вот кто переболел дарит то еще не болел мы ходили тоже тут с подругой разговаривали да она говорит ягод не болела хочется узнать вот как ты болела какие симптомы чего что так вот я говорю для того чтобы кто не болел знали что какие вот могут быть последствия да я теперь очень жалею что я не сделала прививку очень жалею что все боялась все боялась еще это боялась что у меня все коснулось и простая пневмония и вирусная пневмония да с поражением легких даже гайморопазуха задета остаточный гайморит да все меня хлопнуло и вот у меня до сих пор я все вечера ведь я с пяти часов меня начинается долбежка температура лицо начинает гореть печь изнутри начинает то есть слабость одышка до сих пор я грудь в полную грудь отдыхнуть не могу но головные боли боли вот возных яблок до до сих пор как я говорю все время нахожусь в гриппозном состоянии днем еще более-менее ничего вот ну и вот на реабилитацию то спросила говорю она делает ли дыхательную гимнастику я делала я не могу начинать голова кружиться ну надо там медсестра такая тоже хорошая это говорит надо через силу делать хорошо что я попала я пришла к доктору да как записано которому была смотрю к ней расписание нет я еще дома посмотрела через госуслуги смат нет ней расписание к этому доктору подошла смотрю . на стенде расписание нет подхожу в регистрацию девочки вот я иду к такому-то доктор у нет расписание налет принимает доктор там другое назвали да вот именно тот доктор наталья андреевна которое все время хвалю да я попала к ней понимаете просто чисто случайно она подменяет доктор об идее заболело может быть да или то его знает попала к ней спросила про реабилитацию это она позвонила заведующая все уже узнала что в Первый городской есть круглосуточный, да, стационар. И в семерке стационар дневной. То есть ездить каждый день туда. Она говорит, куда пойдете? Что, говорит, в семерку будете ездить каждый день? Давайте, говорит, в первую городскую, в круглосуточный стационар. Я говорю, конечно, пойду. Потому что мне тяжело. Не выйти мне из этого состояния. Мне не выйти, если мне без помощи докторов, без помощи. Вот там, видимо, гимнастика какая-то будет. Видимо, массаж, наверное, будет. Видимо, все там будут. Ну, увидим. В общем, дали мне направление в круглосуточный стационар, в первую городскую нашу больницу. Надо вот звонить, дали телефон заведующий, там надо звонить, и когда будут места, и буду, значит, я ложиться в стационар. Сколько там может быть, это 10 дней, да, реабилитационных? Я думаю, что не более, наверное, 10 дней, наверное, сейчас 10 дней везде только лежат. Вот, думаю, ну, там хоть все-таки будут, придут, хош не хош, гимнастику будешь делать, да, хош не хош будешь, там будут, как бы, это, дома все равно ведь не так. Она сказала, иначе вы не выйдете из этого состояния никогда. Она назвала как-то, мне послышалось даже как-то, онко-ковид, я говорю, онко, она не онко, а как-то другое слово у вас, как она сказала. В общем, он продолжает меня дербанить, продолжает меня, как бы, он никуда не ушел, никуда не делся. Ну, вот у вас, говорит, вот, видимо, течение заболевания вот такое тяжелое, вот этот, вот, как бы, назвала, что вот такой ковид, который до сих пор меня, в общем, грызет. В общем, сейчас съездим к Юле, от нее позвоню, узнаю, на, о, что тут такое, дорогу чистят, на когда буду звонить по телефону, когда меня запишут, и, значит, буду ложиться в стационар. У нас в этом году столько снега, это же просто ужас какой-то, еще и вся зима впереди, еще только январь, да, какое сегодня, 13 число, еще февраль, еще март, у нас во всю, еще в марте снег идет, и в апреле еще снег у нас может выйти. А с чего, в апреле снег лежит? Ну, может, так навалить, что какой-то год в мае у нас так навалило дня 9 мая, что мы из дома выйти не могли. Так снегу нанесло 9 мая, так что, ну уж, очень снежная в этом году зима, мне кажется, в прошлый год была снежная, мне кажется, в этом году больше снега. Ну, в прошлый год как-то больше морозов, мне кажется, было. Больше и дольше были морозы. В этом году морозы, ну вот сколько были? Самый большой, наверное, был 31-32, по-моему, был самый большой мороз. Ну, день-два, не как-то день-два. В прошлый год неделями, неделями стояли в прошлом году, стояли неделями эти морозы. Посмотрите, сколько снега, ведь это ужас. Вон машины прямо убирают, убирают, вывозят, вывозят, просто не справляется эта уборочная техника. валит и валит и вот сегодня опять всю ночь целый день снег идет вот конечно что делать, север, живем на севере претензий никаких нет к небесной канцелярии сейчас с Юлей тоже разговаривали, ну не сейчас но сегодня с утра, когда в больницу приехали она говорит Вика сейчас домой говорит, придет у нее уже случилось-то во всех школах пришли эти на почту электронную, что заложены бомбы все школы отпущены домой я говорю, ну вида у нас вот прошлый год, наверное, раза два было, в учебном году такая ситуация, два-то точно было раза отпускали ребят домой тут прямо тоже так же во все школы, я помню, ой, по телевизору я даже испугалась, думаю, что случилось переворот какой-то, показывали, что творилось-то, оцепили все тогда, там первый Тарас, так вообще ну а вот сегодня вроде потише отпустили домой, просто пишут, что отпишитесь родители, что дети дошли до дома, потому что время тоже, школьное обучение отпустили, может сообщили, там в чате пишут они, что отправлены домой, чтобы никуда мотаться не уши у нас, ведь такие дети-то обретут куда-нибудь ищи, ищи потом ой, прямо вот, что творится, так это ну и все, вынуждены проверять опять приехали опять МЧС и будут все проверять найдут, конечно, в прошлый год по-моему вычислили кто-то да, внушли да, по-моему, все равно вычислят делать нечего тоже с чем-то, ну баловством таким занимаются какой-то впереди нас ученик едет ехали к девчонкам чистят, видишь, дорогу-то чистят? да, вот Саня, видишь, что уши идет в парах ааа, правильно тоже не проехать, не пройти стой, стой, секунь-то нас заворачивает машина-то